Сейчас уже многие показывают, как именно гражданское общество России, и я еще раз подчеркну, что все действия на юго-востоке Украины осуществляет только гражданское общество России, если частных военных компаний и других структур, умеющих заниматься поставкой техники на частных условиях. Российское государство не участвует ни в чем, что касается поставки техники на юго-восточную Украину. Но у нас очень мощное гражданское общество, и я здесь выступаю как один из его представителей. По этому поводу никто не должен ничего подчеркивать, и все должны руководствоваться фразами Великого Маяковского. «Радуюсь я, это мой труд, вливается в труд моей республики». Главное, чтобы ручей всеобщего труда ширился и крепко, и чтобы он превращался в реку, а река превращалась в большую реку, и чтобы гражданское общество, которое находится на стадии воодушевления, пока еще не поднялся во всю силу русский душ. Говорю я, обращаясь к зарубежным коллегам. И когда он поднимется, то надо будет спасать от антитеррористических операций западную Украину, потому что народно-освободительная армия Украины придет в Киев и проведет законные выборы. Выборы эти покажут, что Украина и Россия – это братские народы, а если, так сказать, определенные силы, так сказать, на западной Украине начнут по этому поводу восставать, то мы поступим с ними и жестко, и гуманно одновременно, и ничего того. Что сейчас они себе позволяют, эти нелюди, распоясавшиеся, мы себе позволять не будем. Но если русский дух проснется в полную силу, то произойдет то, что великолепно описано в фильме «Операции И» и «Другие приключения Шурика». Если я встану, то ты ляжешь. Пока что русский дух не проснулся еще, но есть на лицо серьезное русское воодушевление, если говорить о метафизме. Воодушевление есть. Оно охватило многих, включая тех представителей гражданского общества, которые в состоянии, частным образом, и ни во что не вовлекая свое государство, которое мы ценим и бережем. Все слышали? Ценим и бережем. На частных условиях поставлять технику, влево-восточную. И все видели, что гражданское общество на частных условиях поставляет большое количество бронетехники и других видов военной техники. Гражданское общество России, заявляя ответственно, никогда не перейдет черту и всегда будет нацелено на то, чтобы поставлять именно самую скромную технику из тех, которые решают за это. Гражданское общество не будет поставлять на юго-восток Украины ни из Кандера, ни из 300, ни других амбициозных устройств. Потому что это не по плечу гражданскому обществу, а также оно считает, что это не нужно. Но наши талантливые, а часто гениальные электронщики, конечно, починят. Я думаю, что уже починили, мне так кажется. Заплаченную у украинских бандитов, бандеровцев, я не говорю об украинском народе, а у бандитов, бандеровцев, установку БУК. И они в кратчайшие сроки, я просто знаю гениальных электронщиков, которые там прилетели, именно как представители гражданского общества, помочь братскому народу. Они в кратчайшие сроки будут восстанавливать. Она будет восстановлена. И возможно даже окажется, что установок не несколько. Поэтому я рекомендую Киеву ни в коем случае не заниматься глупостями. И не пытаться, так сказать, бомбить мирное население юго-востока Украины, исполняя такие фокусы, которые исполнялись в Луганске. Эта песня кончена. Я знаю также, что героические ополченцы сумели, так сказать, определенными методами, свойственными гражданскому обществу, так сказать, овладеть, так сказать, бомбардировщиком СУ, и этот бомбардировщик починить. Опять-таки специалисты приехали, поэтому постепенно, но я не считаю это главным, Юго-Восточная Украина, обзаведется своей авиацией. Поэтому я также не рекомендую заниматься барбарскими бомбардировками с большой дистанцией мирного населения. Я понимаю, что мои рекомендации можно не учитывать. Их некоторые не учитывали. Было много желающих их не учесть. Но познакомьтесь с историей. Это обычно кончалось не очень хорошо. Генерал Лебедь один из этих примеров. Только один. Итак, первый вопрос, это вопрос о военно-технических возможностях гражданского общества. Я не хочу его раскрывать широко. Я знаю только, что Юго-Восточные братья нашего Украины и те, кто приехали воевать, должны иметь возможность сжигать бронетех. До этого есть тоже скромная система, которая вполне по плечу гражданскому обществу. Я даже не буду называть их. Все их знают. И это от них не только ручные, а даже станковые. Есть и другие более изящные, миниатюрные, скромные системы, с помощью которых бронетехника будет гореть. Поэтому я прошу всех политиканствующих мерзавцев закрыть тему о том, что наши юго-восточные братья в Украине полностью лишены всякой военно-технической помощи, что они брошены, отданы попиющему превосходству украинцев, и что их просто сдали, и что все хладнокровно смотрят за тем, как их уничтожают с воздуха беспомощных граждан, как их уничтожает дренобольная артиллерия и все прочее. Это наглая ложь. Это наглая, густапсовая ложь политиканствующих мерзавцев. Этого нет. И все видят, что этого нет. И продолжают жалко скулить. Я специалист по информационным компаниям. Я хорошо понимаю, как выстроена компания против меня. Я вижу, что у этой компании есть ядро и периферия. Периферия – это просто возбужденные и ничего не понимающие мелочи, поддающиеся любым воплям любых мерзавцев. Вот это все не учи, скажем, первой категории, не учи второй категории, так до бесконечности. А также любители экстазно обсуждать военные действия, так сказать, сидя на диване. Ядро – это другое. Ядро – это люди, получившие именно политиканствующий заказ. Пройдет три дня, и вот эти оболочки начнут отсыпаться. Они уже отсыпаются. Останется ядро. Ядро будет выть долго. Но явный признак состоит в том, что им выть больше нечем. Главные пункты, по которым они безнаказанно позволяли себе вести поганую политическую кампанию, дискредитирующую Россию, разгромлены. Разгромлены фактами. Техника идет. Я обращаюсь здесь ко всем юго-восточным братьям нашим. Братья, товарищи, не верьте, что кто-то вас политически слил. Посмотрите на эти потоки техники. Гражданское общество вас не сливает. Если вас совсем начнут сливать, гражданское общество еще поднапряжется. Но оно и так делает много. Ваш подвиг героичен. И что бы мы ни сделали, этого мало. Но мы делаем много, и вы это видите. То, что делается, идет по улицам. Оно занимает боевые позиции. И остановите длинные языки мерзавцев, которые говорят, что помощи не оказывают. Действительно, ситуация с помощью была загнана в определенный тупик, в том числе и коммерческого свойства, когда поставлялось одно, а актировалось другое, и разница, так сказать, направлялась на бизнес-цели. Но это всегда бывает в горячих точках. Просто в этой горячкой точке этого не должно быть. Полтора месяца назад это кончилось. Поставки приобрели гражданского общества. Регулярный, мощный, правильный характер. Гражданское общество овладело ситуацией. И оно свое дело сделает в этом всем мире. Значит, что же будут орать в ядре? Они будут орать, что я гад. Гад, 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 гад. Почему гад? Что гад? Не надо заниматься там политикой. Кто занимался политикой? Кто превратил великое геополитическое пространство, великое пространство, в котором зависит судьба мира, в сцену для кровавого шоу с одним героем, которого раскручивали абсолютно бесстыдно, в ущерб всему, реальности, реальному положению дел, всему остальному. И зачем это делалось? Кто устроил из войны политику? Запомните и зарубите себе на носу раз и навсегда, что каждый, кто будет устраивать политику в этом регионе, в том числе и за счет нытья о том, что помощи не оказано, получит ата-та. Это я говорю как скромный представитель гражданского общества. Уже получали ата-та другие политиканы. Получат и эти. Стоп-политика. Это первое, о чем я говорю, в виде той программы, которая позволит победить. Хватит. Мы уже лишились части территории на Юго-Востоке. И что теперь делать? Эту территорию назад надо оплачивать кровью? Нужно сжимать кольцо и дальше, позволяя всему этой политиканствующей гадости завершиться разгромом в Донецке. В году каким политическим целям? Майдан-2015 в Москве. Значит, это ядро, оставшись без периферий, в которое я не попыталась даже тянуть одну почтенную северокавказскую женщину, так сказать, вспомнившую о своих давних комплексах неполноценности по отношению ко мне, так сказать, это ядро задыхается без периферий. А периферии говорят, а о чем речь-то? Мы действительно думали, что никто туда не поставляет техники, но теперь мы ее видим. Что еще может сказать ядро? Была остановлена распряда полевых командиров, которая была организована московскими бизнес-группами с целью выпятить вот этого самого человека, который стоял на сцене и, так сказать, в лучах прожекторов, и которого они все время раскручивали как свою политическую ставку. Я, кстати, не убежден, что он в самой восторге от этого. У меня есть какое-то ощущение, что он уже понял, как именно его готовят на слив. Так вот, значит, эти московские группы пытались, так сказать, вызвать этого человека с позиций и устроить эту всю бизнес-операцию, а дальше столкнуть всех полевых командиров, когда все поставки техники гражданским обществам не стоили бы ломаного гроша. Потому что тот, кто проигрывает политическую войну, дальше обязательно проиграет войну классическую. Советский Союз мог победить весь мир несколько раз и дойти танками до Бескальского залива со скоростью танков. Но он проиграл политическую войну, и ни один танк не двинулся, ни один самолет не влетел. Нельзя проигрывать классическую войну. Если ты ее проигрываешь, все остальные виды войн – это, так сказать, ничто. Но нельзя проиграть и политическую войну. С того момента, как гражданское общество решило, что оно возьмется и с трудом, но решит военно-техническую задачу, украинская власть в Киеве оборзела от ужаса. Потому что ничего она и ее покровители не боятся так, как именно этого варианта событий. Оборзев полностью от ужаса, они начали применять и раскрывать все, что у них есть в виде козырей. И они выложили вот этот козырь, уйдя из Славянска, уходя из Славянска, из Северска и так далее. Этот козырь их бит. Выть на меня можно сколько угодно, но эта карта бита. И мы вовсе не собираемся превращать это в охоту на ледню. Мы превратим это в братский мир военно-полевых командиров. И второе а-та-та будет тем, кто пытается тут не политиканствовать, а заниматься корыстно бизнесовыми вещами. Я не вчера родился на белый свет, я знаю, как делают деньги во всех горячих точках, но здесь такие геополитические интересы задеты, что все эти мелкие схемки и штучки, обогащающие отдельных гастролеров, будут прекращены. А если гастролеры будут их продолжать, то гражданское общество, взмолившись и обратившись к историческому духу, духу истории, организует посадку в тюрьмы тех, кто будет продолжать в ущерб геополитике раскручивать тут свои мелкие, жалкие бизнесово-интересные. Это будет второе а-та-та, после которого наступит еще плотный мир между военно-полевыми лидерами. Мы намерены превратить этот мир в Совет Обороны как главный орган на время ведения военных действий. Совет Обороны будет поддержан единственной организацией, которая имеет на это право, она называется сражающийся Юго-Восток, это те, кто сражаются. Их слово сейчас решающее, их дух должен быть поднят. Они должны знать, что их не сольют, ни политически, ни как-то еще. Они должны быть уверены, что когда они проливают кровь, они проливают кровь за святое дело и ради победы, а не защиты корыстной интересы. Потом, после того, как мы победим, будут проведены нормальные демократические выборы и ситуация дополнительно политически стабилизирована. Сейчас же схема стабилизации Совет Обороны, то есть Совет командиров, сражающаяся Юго-Восточная Украина, сражающаяся Донецк и сражающаяся Луганск как военная демократия, правительство, которое полное право имеет местные люди, и строить, и возглавлять, и которое должно быть организовано при решающем воздействии военно-полевых командир, полная гармонизация отношений между этими командирами, учет их практической специфики и абсолютно плотный мир. Наглая ложь о том, что приехав туда, я как лидер сути времени и так далее занимался чьей-то разводкой, просто омерзительно, потому что все факты говорят о том, что разводкой занялся московский политик, который обзавелся свитой, которую прямо называют по всему Донецку рикетирами, и он занялся у всех на глазах этим бесстыдно, используя телевидение и требуя антитеррористических операций против своих же полевых командиров. Антитеррористическая операция на Юго-Востоке будет одна, против бандеровской нечисти. Когда эти разводки добавились паникой в связи с тем, что были сданы города, и как вы видите, мы потеряли чуть ли не половину территории, пришлось резко стабилизировать ситуацию. И она стабилизирована. Поэтому все, кто пытался ее дестабилизировать, несут бред о том, что такие-то и такие-то командиры замечательны и вдобавок отвечают за сферу безопасности. А ваш покорный слуга Укрмашина, находящаяся на их территории, этих вот замечательных командиров, и этими командирами защищаемая. В Кащенко такого бреда не несут. Потому что запутались и знают, что влипли. Далее. Самая главная задача стратегическая. Если мы проигрываем стратегию, то ни Совет полевых командиров или Совет обороны, ни правильная организация экономики, ни военная техника, ни все остальное ничего не дадут. Стратегическая задача – это наращивание благородного протеста на юго-востоке Украины. Эта задача будет решена только, если мы поднимем дух народа и докажем народу, что все рекетиры и все московские гастролеры, которые пытаются устраивать недоброкачественные игры, будут выгнаны поганой метвой. И что Россия их не сдает. Колонны бронетехники идут по улицам и люди плачут, потому что еще вчера они считали, что их сдают. А здесь осуществляется какая-то поганая бизнес-операция. А поскольку уже во многих местах, к сожалению, репутация России попорчена этим, то здесь ее портить еще три дня после того, как начали выводить войска из Славянска, значило погубить все. Но уже задолго до этого все эти бизнес-расприи, все эти, так сказать, терки командиров, все эти терки экономистов из Москвы, которых называют рекетирами и которые сами гордо называют себя абордажной командой, привели к тому, что остановился рост поддержки народом Юго-Востока, героических повстанцев. На территории Юго-Востока сражается много тысяч, не буду говорить сколько, повстанцев. Это соль земли русской. Это лучшее, что дала Россия. Но если небольшое количество мерзавцев с криминальными, так сказать, замашками начнут действовать и демонстрировать всем остальным эти действия, включая все механизмы недоверия, а механизмы огромные, потому что ведь действительно не ввели войска, надеялись на крымский сценарий, то когда этот механизм недоверия окажется включен полностью, никакая техника не поможет, никакая политическая стабилизация не поможет, ничто не поможет. Хочу, чтобы меня услышали. Восстановить доверие народа. Если этого не будет, мобилизовать народ. Без мобилизации ничего не будет. Без социальной, духовной мобилизации. Метазистический вопрос состоит в следующем. Если эта война священна, то в рядах воюющих нет места тем, кто восхваляет Гитлера. Нет места тем, что говорит, что 22 июня не день скорби, а день отмечения. Язык не поворачивается. Кто говорит, что белые офицеры приехали для того, чтобы вместе с Гитлером расправляться с красной сволочью, и в этом смысл Великой Отечественной войны. Это люди, выродки, которые борают все в международном смысле, понятным образом. Да, мы все, мил убеждая, мы уже убедили в том, что идет война с бандеровскими фашистами. Ко мне звонят из Испании, говорят, мы приедем отрядом воевать против фашизма. В это время начинаются вот эти все гадости. И внутри, внутри вот этого священного воинства и всех, кто его поддерживает, сформировалась органически та идеология, о которой мы все время говорили. Не потому, что мы о ней говорили, она сформировалась. Она сформировалась из недр народной души. И никакую идеологию нельзя написать на бумаге. Она формируется по факту. Ее можно только дооформить до конца, какими-то текстами. На территории Юго-Востока Украины. Братские вместе взаимодействуют. Красная звезда Великой Победы и христианский крест. Православный. Они абсолютно не противостоят друг другу. У многих они вместе на эмблемах. Очень сильное накаленное православие. Жертвенное. Именно говорящее о том, что люди приехали сражаться с сатаной. И они верят в это. Тем более, это нельзя марать всей этой пакостью. Бизнесовой, политиканскую и другой. Но рядом с ними люди, которые приклеивают к телу партийные билеты. Это крупные спецназовцы, которые проводят там операции. Эти люди атеисты. Но они военные рядом с верующими. И нет даже тени конфликта. Ничего нет. Синтез состоялся. И вот посреди этого синтеза начинаются всякие заезды и препятствия народному единству. За счет каких-то там то гитлеристов, то еще бог знает кого. Это отдельные элементики. Но отдельные элементики под названием вирусы или ядовитые тела должны быть убраны немедленно. Потому что любое их наличие блокирует идеологическую составляющую нашей победы. А у нас есть военно-техническое, собственно-техническое, спецэкономическое очищение, спецполитическое очищение, стратегическое соединение с народом и идеологическое компоненты. Только соединив их вместе мы можем победить. И есть еще компоненты, о которых приходится говорить. В том числе, например, компоненты концептуальные. Да, вот это то, что я говорю, это информационно-психологическая война. Да? Вот она идет. Они останавливаются, потому что им уже сказать нечего. Гад, 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 а почему гад? Потому что ужжет, что идет техника. Как ужжет? Вот техника. Гад, 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 почему гад? Потому что говорит о том, что там никто, кто-то оставил позицию. Мы их же оставили. В Марьяновке на протяжении дня ситуация менялась. И мы тут же выкладывали, как именно она менялась. У нас есть желание говорить правду обо всех. И снимать всех героев. Гармонизировать до конца отношения между всеми братскими группами, которые и были, эти братские воинства паученцев, полностью гармонизированы. Пока не заявилась коммерциализирующаяся московская сволочь, которая все это и начала губить. Наузкивая других. И занимаясь разводками вместо консолидации. А также в самый решающий момент панически убегая с территории. И предоставляя тут стабилизацию другим, укормашинам. Так вот. Эта информационно-психологическая компания, естественно, будет вестись дальше и дальше. Но она буксует, потому что есть реальность. Если бы мне хотелось окончательной победы, я бы просто показывал, как, так сказать, театрализованное, слагаемое великого воинства сдает еще и еще и еще и еще. Но я хочу не своей политической победы, а победы дела на юго-востоке Украины. Поэтому задача состоит вовсе не в том, что еще показывать, смотрите, что делать, смотрите, что делать. Задача состоит в том, чтобы перейти к разумной, правильной, консолидированной контратаке. И восстановить преступность данной территории. Вернуть их к юго-востоку Украины. Поэтому эта самая система, она, во-первых, сама начнет умирать, а во-вторых, я прошу всех здесь находящихся, а также всех, кто соберется завтра, видимо, они рассчитывали, что сюда завтра никто не приедет, потому что, так сказать, все так и разочаруются во мне, ах-ах-ах, что-то, так сказать, предпочтут остаться дома. Они завтра увидят, что здесь происходит. Тут же еще и охота за сутью времени идет. Так вот, я прошу всех добить информационно-психологическую машину противника. И я рассчитываю на то, что это будет сделано. Мы не прекратим школу, и мы будем выделять все время отряды для полного разгрома этой машины. Теперь самое основное, что касается политики как таковой. Первый сценарий, по которому могли разворачиваться события, это прямой вольт-войск, или крымский сценарий. В сущности, он его душевил. Потому что следующий сценарий, сценарий номер два, Приднестровский, сам по себе, сценарий непризнанного государства и так далее, сам по себе никогда не осуществляется. Люди в него постепенно заходят, потому что они все время надеются на то, что будет Россия. И до сих пор надеются на это Приднестровье. И, естественно, надеются это все государства, которые были поддержаны в статусе непризнанных НАВИ, или были признаны позже, а вся Абхазия сидит. Но все хотят быть в России. И естественно, что все считали, что раз в Крыму так, то и здесь будет так. Им это внушали. Выступал все время, с самого начала говорил, не верьте, здесь может быть реализован только Приднестровский сценарий. не верьте, что будет другой. С самого начала говорил людям, а вся эта ГОП-компания, Арава, будет Крымский, будет, сражайтесь, сражайтесь. А потом заявили, что реализуется сценарий номер три, слив. В угоду американскому империализму, масонам, бог знает кому, денежным схемам. Сценарий слив базировался на том, что мы воюем с деревяшками. Вот этот персонаж, который мне показывал во время интервью там деревяшки, он как бы, ну ему и деревяшку дать нельзя, в принципе, по закону. Можно там дать, я не знаю, можно ли ему дать палку гаишника, тоже нет, народного дружины. Я вижу, как день и ночь, так сказать, гражданское общество осуществляет свое тяжелое дело. И, так сказать, груженные Уралы и Камазы идут в определенном направлении, а также идет техник и все остальное. И чем больше они идут, тем сильнее вой. Ничего не дают, ну вот, деревяшки. Ненавижу ложь вообще, а политиканство еще в особенности. Значит, начали орать, слив, слив, слив. Орали так сильно, и так было разочарование, что это не крымский сценарий, что мы были 4 июля в одном миллиметре от паники. Значит, на самом деле реализуется вот этот сценарий. Сценарий поедно-технической поддержки гражданским обществам и так далее. Этот сценарий, кстати, реализовывался, но у нас тогда не было такого замечательного гражданского общества, как сейчас. У нас все равно Испанию поддерживали люди, которые там вдруг оказывались там Мигелями или кем-нибудь еще. Мы же не водили войска в Испанию? А представьте себе, что мы водили бы. Вот на секунду, закройте глаза. Значит, изнутри нам вопили в спину анархисты, транскисты и демократы. А Англия, Франция и так далее тут же присоединились к Банзитлеру и Муссолини и нанесли бы сокрушительный удар, поддержав Франка всей своей техникой. А мы бы оказались на испанском пятачке. И когда Сталину потом говорили, что он предал республиканскую Испанию, никого он не предал. Испания восстала, потому что она ненавидела Франка, она сражалась сама, распоря полевых командиров и сил погубила испанскую борьбу. Поэтому нельзя дать здесь погубить Испанию в 2014. Слава Богу, территория ближе и силы более однородные. Но значит, в Испании, ну с поправкой на то, что у нас не было частной собственности, а гражданское общество это поделили синонимы частной собственности. Соответственно, тоже мы осуществляли как бы сценарий Приднестровский, да? И во Вьетнаме мы осуществляли этот сценарий. Это американские идиоты влезли туда своими боевыми соединениями, потом бежали оттуда. А мы поддерживали братский вьетнамский народ и братскую народно-освободительную армию. И эта народно-освободительная армия скинула в море самую мощную державу 20 века в Соединенных Штатах Америки. И потом 20 лет они не могли опомниться от вьетнамского синдрома. Потому что это был этот сценарий. Почему я говорил, что все равно лучше всего и повторяю крымский. Потому что мало еще просыпания России и вообще нашего духа. Слабое просыпание. Идем. потребительский сон глубок. Общество спектакля преобладает. Русский дух очень серьезно травмирован всем, что происходило в последние 25 лет. Поэтому люди в этом регионе Юго-Востоке имеют право на защиту без тех издержек, которые связаны с этим вторым сценарием. Да? Ну, жалко. Понимаете? Но первый сценарий возможен только тогда, когда мы естественно мягко не так как в каком-нибудь 1937 году меня вот деды тогда арестовали за то, что он был сыном предварительства дворянства. Да? и между прочим поддерживал красных. Может быть за это тоже. Много было несправедливости, много было жесткости. Удалось этой ценой избавиться от пятой колонны и об этом говорила дочери Сталина не кто-нибудь, а Полина Жемчужникова. То есть пострадавшая жена Молота, подружка Голдемэр. Он говорил дочери Сталина, твой отец великий человек, он сумел уничтожить пятую колонну до войны, если бы он уничтожил, мы бы не выстрелили. Это Полина говорила, а не я говорила. И когда я рассказывал это своим знакомым, они говорят, ну Полина и есть Полина, она человек-принск. Так вот, мы должны устраивать национализацию элиты, разумеется, не так, как в 1937 году. Гораздо более гибко, гораздо более спокойно, но утром национализация элиты, при которой нету трагической коллизии, семья где-нибудь за рубежом, и надо туда летать, а тут надо бороться с Западом. Вот такой коллизии нет. Я даже не обвиняю всех, кто находится в этом положении, им долго говорили, что все нормально. Но этой коллизии быть не должно. Надо развестись, мягко, но развестись. Мы не имеем права начать холодную войну в условиях не доведенной до конца национализации элиты. Мы не имеем права начать холодную войну, имея у себя за спиной средства массовой информации, которые расстреливают нас и поддерживают укралица, расстреливают информационными снарядами. Мы на все на это не имеем права. Утром все это плюс главный элемент, главный, другой образ жизни для народа. Поднятие духа и вывод ситуации за рамки общества, спектакля и потребительского общества. Утром это, вечером любая холодная война. Неправда, что ведение войск на данную территорию обернулось бы ядерной войной. Сейчас ситуация, конечно, более опасная, но быстрое ведение войск не обернулось бы ядерной войной, оно обернулось бы войсками НАТО, стоящей по другую сторону от наших войск, где бы наши войска не стояли, и жесткой холодной войной. мы мы можем ее выдержать до тех пор, пока население вернуто потребительский полусон, элита не национализирована, средства массовой информации находятся в нынешнем состоянии, мы можем только проиграть эту войну, и об этом мечтали все наши недруги, украинские, которые мечтали также о том, чтобы получить огромную поддержку НАТО, и деньги НАТО, как только этот год будет, и они провоцировали и провоцируют на это, провоцировали и провоцируют, для них столь же удобно было то, чтобы мы вообще не оказывали никакой поддержки, они варварски бомбировые селения, варварски обстреливали его из архиллерий, и все время показывали, какие мы твари, а в конце этой песни держатся на нашей территории ушедшие отчаявшиеся ополченцы и мятеж, о котором рассказывает напрямую мерзавец просвергнен и который поддерживает Немцов и вся его клика. Это их тоже устраивало, все, что их не устраивает, это вот этот сценарий. Поэтому повторяю, как только он начался и как только они увидели реальную мощь гражданского общества в его военно-техническом варианте, все взбесились, взбесились и местные пятоколонники, взбесились и украинские так сказать бандеровцы взбесился и запад и все начали быстро пытаться сделать хоть что-нибудь такое, чтобы ситуация была взорвана. И тогда произошел отход из Соловянска, отход из Северска и все остальное. Тогда была сыграна эта карта. Эта карта бита. Мы понесли тяжелейшие потери, но этот враг обезврежен. Теперь главное стратегически запомнить. Вот сценарий. Как представитель гражданского общества говорю всем, включая колеблющихся чиновников или кого-нибудь еще, прекратить колебания, прекратить болтовню за спиной, что неизвестно что будет, известно что будет. Вот сценарий. Его может превратить этот в только прямое вторжение на нашу территорию и на территорию Крыма. Вопрос о Юго-Востоке должен быть решен в рамках сценария номер два. Решающий момент сейчас строительство армии. Строительство армии это не только военно-техническое строительство. Много героизма, много неумелости, много всего остального, что всегда бывает в этих горячих точках. Нужно выковать настоящий военный фубъект, перейти в контратапу, очистить территорию и остановиться у границ Юго-Востока. Две области. Все, мы никуда не идем. Луганск, Донецк. И мы ждем. Эта территория должна зажить своей правильной жизнью, а не жизнью московских ракетировок и гитроверов. Там должна быть сила духа, мощная армия и такая экономика, которая будет всем показана, как экономика благая. Нам тут это нужнее, чем где бы то ни было. Не так жестко стоит вопрос в Крыму, как здесь. По понятной причине. Дальше мы ждем. Мы ведем переговоры, беседуем и ждем. Мы ждем, когда оргия воровства, преследующая братскую Украину на протяжении двадцати лет включатся в ее новое идентификацию. Мы ждем пока террариум единомышленников, состоящий из Порошенко и других, где тут рассказали гениальный анекдот, я вам расскажу в культурном варианте. Идут Баба Яга, Дюймовочка и Голоснишка. Все говорят, кто из них самый лучший. Голоснишка, говорит, я самая красивая, я самая красивая на свете, я это точно сделаю. Дюймовочка говорит, я самая маленькая, я самая маленькая, и потом самое-самое-сам. Баба говорит, я самая злая, самая жестокая, самая ужасная, самая ужасная на свете. Вот он подходит к дому, который называется Домом Правды, и говорит, придется всем зайти в этот дом. Заходит первое дело, Снежка, Голоснишка, спящая принцесса, она еще, свящая царевна, она еще более красивая, оказывается, я не самая красивая, какой горе. Потом Вадимон говорит, и я, я не самый маленький мальчик-спальчик, и в этом выходит Баба Яга и орет. Кто такая эта Чимошанка? Кто она такая? Так вот Баба Яга сейчас включится в игру, мы надеемся, ее окружение, еще есть ярыш, а Тиглин Бог тоже хочет чего-то своего, всем тоже много надо, это называется конфликт на уменьшенство в пространстве ресурсов. Я надеюсь, что обстановка нам поможет, что украинский народ прозреет, и тогда произойдет свое изъявление других частей украинского народа, без всякого навязывания этого изъявления с нашей стороны, абсолютно демократически. Кончится это судом над Бандеровской сволочью в Киеве, свободными выборами, правом братского украинского народа идти одним путем с Россией, и возможным отделением каких-то западных частей, на которых мы не будем проводить жестких, а то по той модели, по какой-то сволочь проводит их у нас. По крайней мере до тех пор, пока русский дух не проснулся и не перегрелся, этого не будет, поэтому не надо доводить русский дух до раз фазы перегревания. Не надо это делать. Вот наш план на будущее. Я описал вам здесь, что именно надо делать с точки зрения стабилизации военно-технической, что надо делать с точки зрения стабилизации спецэкономической и спецполитической, какие атака необходимы в этом смысле, что надо делать с точки зрения мобилизации общественной, что надо делать с точки зрения идеологии, что надо делать с точки зрения сценарной стратегии, и в чем перспективы. Вот ради того, чтобы в любом случае вот так обсуждать проблемы, а также и обсудим формы информационно-психологическую войну. Мы и создали школу высших смыслов, чтобы каждый из вас, где он находился, понимал, что работу надо вести комплексно, и что проигрыш реальный, снова из высших уровней, оборачивается немедленным крахом всего, и что миром действительно правит невещественное. Это было применено на юго-востоке Украины и будет применяться до тех пор, пока кто-нибудь будет пытаться засунуть свои поганые руки в это святое дело. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я хочу обратить ваше внимание еще на один аспект, который в нашу классику пока не входит. На протяжении всего времени это же лекция, да? Она будет выхожена на телевидении, но это лекция. На протяжении всего времени нахождения там, решая все эти вопросы и понимая, как они решаются, это не первая горячая точка, все знаю, хотя никогда в таком чуду это все не происходило. Всюду уже спокойно, даже в Таджикистане. Значит, я все время думал, что у меня чего-то не хватает в этом плане. Чего-то не хватает в этом плане. нет какого-то слагаемого. Ну, нет и нет. И как-то я вдруг подумал об учебниках, закрыл глаза и думал, а где же что-то, я не понимаю это происходящее, вот такое экономическое, концептуальное слагаемое. вот чего нет. Переводя на русский простой язык, я все время думал о том, где же бабки. Вот где те бабки, из-за которых сыр водит. А мне говорят, вот там типа уголь поставляют в Украину. Я говорю, мало. Вот типа там много серых фирм и их там отжимают. Я говорю, мало. Ну как же мало, это миллиард. Я говорю, мало. Мало, не тот масштаб. Судя по характеру игры, в ней и есть супер политика и примерно до 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов. Не один миллиард. Это разные субъекты. 100 миллиардов долларов разыгрываются в этой игре. Сотня такая, хотя бы миллиардов. А это же большие деньги. Это геоэкономика, да? И разыгрывается тут большая политика. Наконец, я понял, что именно происходит. Я понял, что одна из наших, скажем так, транснациональных компаний. Кстати, я разбирал ее в связи с анализом деятельности НРА. Национальная водительская ассоциация, да? Я, кстати, хочу сказать, что если НРА будет оставить традиционные ценности и все прочее, а эти компании будут работать на нас, то я совершенно не прошу. да? Так вот, значит, это компания, там, АТОМ, Темплтон. это группные транснациональные группы. И наш, так сказать, представитель Е. Юрьев приобрели активы, то есть облигации украинского государства. Вот здесь бы я хотел, Юрий Вольфович, сколько приобрели, что там? Ты знаешь, как следует? За каждую делу экономической войны должен отвечать за базар. Да, говорят в этом случае. Отвечу. Сегодня ночью в последний раз смотрел последнюю новость. Значит, Франклин Темплтон Менеджмент, это, скажем так, старший брат вот этой всей компании. Темплтон, это дочерняя компания, АТОМ, которая создана совместно с Юрьевым. И эта группа приобрела к зиме на 5 миллиардов долларов обязательств государственных казначейских Украины. А к нынешнему моменту, по последним данным, чуть больше 8 миллиардов долларов. Из всего выпуска примерно 17,5 миллиардов. То есть почти половина государственного долга Украины в казначейских обязательствах находится вот в этих руках. Это называется сильно взять за причинное место. Это механизм влияния данной группы очень жесткий на сегодняшнюю украинскую власть в Киеве, которая находится, мягко сказать, в катастрофических экономических ситуациях. И тут нас очень интересует, в какую сторону будет применен механизм. Потому что если он будет применен в наших интересах, то это прекрасный механизм. И почти идеалистический. А если он будет применен против нас, то это механизм циничный и отвратительный. Правильно, Рой? Конечно. Вот и все. Конечно. Но это еще не все. Потому что МВФ говорит, что мы будем выдавать, конечно, как обещали следующие транши. Но будем ли мы их выдавать, когда будем выдавать и на каких условиях выдавать, зависит от того, как будет идти государственная, политическая и организационная консолидация украинского государства. А это вторая часть. Это тот самый Юго-Восток. Короче говоря, не упорядочите систему, не возьмете под себя Юго-Восток креном а не бабки. Тогда Temple and Company, то есть Марк Мёрдерус, одна из самых крупных, скажем так, бизнес-крокодильных фигурных 600 миллиардов долларов активов, да? Да. Это активы под контролем около 600, а управляемые еще больше. Но там не только активы, там в комплексе. Этот товарищ работал в Гонконге, на Тайване. То есть, Танковский Волк ему давай. Этот товарищ имеет всю инструментовку, от частных военных компаний до бизнес-давления на фигуры правительств, до, говорят, скажем так, способности выкинуть чертовой матери половину министерства, которое его не устраивает в солидной стране. Серьезная фигура. Так вот, это все вместе сегодня может рулить политикой правосеков, армии и так далее. Потому что они под таким давлением не могут ничего сделать. А есть другая сторона? Сейчас другая сторона тоже. Я подключаю. Значит, принцип простой. Вы должны упустить активы ниже плентуса любым способом. Там их покупать, а потом поднимать. Что такое дефолт, в котором участвовал этот браудер, который был пешкой по отношению к тем, о ком говорит Юрий. Устроили дефолт, да? Помощь МВФ украли. Дефолт неизбежен, активы рухнули. На деньги, которые украли, скупили активы по дешевке. Понимаете? Для людей нет там правых, левых, коммунистов, белых. Для них есть цена активов. Активы должны быть куплены за одну десятую, за одну двадцатую. Как они хвастаются, у них до трех тысяч процентов прибыли. Три тысячи процентов прибыли просто грабёж. Понятно, да? Вот активы должны быть куплены с помощью мятежей, деструкций, всего чего угодно. За абсолютные бросовые деньги. А потом должна состоится стабилизация, активы должны подняться, тогда их надо продать. Понятно? Только бизнес, ничего лишнего. И это производится сейчас как с активами, сказать, ну как мы сейчас называем, укропов, да? Нам этих активов не жалко. но мы знаем, что их кто-то покупает, а тот, кто их купил, он хочет потом стабилизации. И он хочет продать их дорого. Пока он хочет купить их дёшево, мы не против. Вопрос, когда он хочет купить их дорого, продать. Вот с этого момента он становится в очень плохие отношения к нам. Он может ещё сделать хуже положение укропов, покупать активы ещё дешевле. у нас с ним общий интерес. Да? Но если он хочет потом это поднять, да? Тоже должен дать этим укропам возможность, так сказать, реванша и стабилизации. А как он даст? Только за насчёт. Правильно? Вот эта вторая часть нас категорически не устраивает. Вот пока он активы понижает, всё в порядке. А когда он начинает повышать, вот здесь-то нам уже не по пути. Правильно? То же самое делает на юго-восточной Украине очевидным образом партнёр господина Юрьева Малафина. И опять же, если господин Малафин хочет понизить активы на юго-восточной Украине, господин Акметова, обвинив его в сотрудничестве с украинским преступным бандерским режимом, нас это устраивает. Но если он хочет это сделать с помощью разгрома наших ополченцев, нас это не устраивает. Если он хочет это сделать с помощью сговора с Коломойским, который в главных конкурентах нас это категорически не устраивает. Я уже зарезервировал как представитель гражданского общества место для Коломойского пожизненной в какой-нибудь израильской тюрьме, хорошей, комфортабельной. он там и должен отдыхать, да? Он не должен тут за счет Акметова что-то покупать, повышать, потому что пожалуйста, Акметов никого не интересует. Берите его активы, делайте что хотите, хотите за 10% цены, хотите за 5%, но без ущерба нашей политике и героической борьбе наших ополченцев. пока вы ведете эту борьбу и понижаете активы, все мы ваших посланцев всячески принимаем, но когда вы начинаете действовать в другом направлении, нет, мои дорогие, геостратегия выше. А самое неприятное осуществляется тогда, когда это все работает вместе. То есть, когда на уровне высших, да, вот этой глобальной власти происходит некое объединение правового сектора и властов. Потому что все это сообщество, все это сообщество контролируется рядом белогвардейских семей. Тут еще и трубецкие полезли в это дело, мало было паренов. Значит, это сообщество контролируется отчасти белогвардейскими семьями, которые прекрасно упаковались в ЦРУ, в американскую мировую элиту, французскую и другую, да, и эти люди вместе с мербиусами и так далее пытаются тут сварить другую кашу. А наконец третья каша состоит в том, что это же все правые республиканцы, это же все чейнее и правее. Значит, пока тут сидит их противник Обама, которого я, как вы знаете, очень не люблю, да, иначе рублючей, да, они, они хотят этого всячески макать через эту ситуацию, да, а когда придут они сами, им же нужен майдан 2015-16, и так далее, им нужно добить гадину и показать, что они-то Россию добивают. значит, они упаковывают во все это дело и мятеж, добавок любой мятеж понижает цену активов. Вот это все, господин мебель и господа другие, которые с ними крутятся, надо делать на территории враждебных нам государств, пожалуйста. Но на территориях дружественных и на нашей это делать нельзя, или, по крайней мере, это будет засвечено, и этому будет оказано противодействие. Связь господина Малафеева, можно сказать, с теми фигурами, которые я все время обсуждал, известна широко, по этому поводу есть все материалы включают технические, тут ничего нетайно за семью печатями, и, пожалуйста, пока эти фигуры, да, добывали нам новые территории, то я абсолютно не возражал, чтобы активы этих территорий того же Крыма, да, у нас частное государство, общество и так далее, перепадали в руки тех, кто помогал эти территории откусывал. Нет никакого вопроса. Но когда начинают не завоевывать территории, а их отдавать, то есть впечатление, что играют на понижение не способом откусывания, или каким-либо другим, да, а способом реальной сдачи наших интересов, и переносом своей активности на юг России. миллионы беженцев, в конце уходят развозленные ополченцы, все это происходит под вой, что Россия не оказывала помощь, мятеж в Ростове, Майдан в Москве. И по этому поводу все прямо говорится. вот вся эта композиция под бушей, чаянии и других правых республиканцев нас абсолютно не устраивает. Мы совершенно не против объединиться в том, чтобы, так сказать, вот этот глобализм Бабама пресечь. Мы за традиционные ценности и все прочее. Но мы не за то, чтобы они устраивали нам Майдан в Москве. И мы не за объединение власовцев и, как бы, бандеровцев под единую крышу, которая давно была выстроена международными спецслужбами. И не за диалог преступный между власовцами и бандеровцами на территории, которая, так сказать, нам нужна. Поэтому, еще раз повторяю, как это все происходит. Вот у нас есть альянс в правах красных и белых. Да? Вот белые. Они могут проклинать, скажите, на свой лад, что-нибудь в красных. Они же на той существуют. Но тут есть кусок вот такой, который называют власовцы. Дети воевавших вместе с Гитлером и прочее. Да? Звоним Мулафеев, начинал у Йордана в Ренессансе. Йордан хвастался тем, что, так сказать, его родственники воевали у Гитлера. Он говорил, мои деньги доделали, не сумели доделать то, что не сумели доделать, так сказать, как бы, братские, мои гитлеровские, так сказать, представители элиты в войне с русскими, в войне советами в 1941-1945 году. Да? Вот мы вот это все должны отсечь. Это трудный процесс. Но оздоровление может произойти только в результате этой операции. Все. Пусть белые хайят, кого они хотят, землячка, троцкий, не важно, даже, мы можем терпеть, все. Ленин основатель Советского Государства. И это, конечно, уже бред. А Сталин почитал Ленину. Но если они хвалят Ленина, Сталин, это их проблема, они другие, чем мы. Да? Пусть вместе здесь воюют. Он мы все вместе за державу. Геникин, все что будет. Краснов, Власов и все прочее, стоп-машина. Никакого объединения с ними не будет, объединяться с ними не на чем. А власовцы всегда будут объединяться с бандеровцем. Я получил в эту поездку технические, технические доказательства этого объединения. А геополитическим, высшим смыслом этого объединения, вот если говорить консультуально, является, конечно, вот эти скупки. Потому что мы же говорили здесь, Юргун сейчас договорит, я его суря перебивал на самом интересном месте. Это специальный способ сюжет строить. Значит, мы же здесь говорили только об облигациях, да? Правильно? Но ими же все не сводится. Газло-транспортные сети, другие активы, да? Раз. А на этой территории тоже есть огромные активы. Их тоже хотелось бы скупить по дешевке. На той территории скупают пушевки, вот что-то хаоса там. Это полезное. Ничего просто не нет. А на этой территории счет хаоса здесь. А вот здесь хаоса не будет. Ни Демплантон, никто этого здесь хаоса устраивать не будет. И сужать кольцо для того, чтобы сделать податливый господина Ахметова, никто не будет. Вот в эти игры тут играть не будут. Потому что здесь русская судьба, здесь русский историосовский интерес, здесь великое русское дело. И в эту сторону поворачивать игру мы не будем так же, как не будем ее поворачивать. И в любой диалог с властовцами, потому что знаем, что власты с бандеровцами поговорят. А теперь я хочу предложить Юрию Муркину еще завершить свой уникальный канал. И еще вторая часть этой картинки, связанная с вот этим. Если эти могут давить через Киев и управлять правосеками и армией, в том числе провокационных, то эти через стрелковые компании, через борода, скажем так, могут управлять донецкой оппозицией, значительной частью. И вот здесь две руки одного субъекта, которыми управляют, управляют сговором, грубо говоря, белых правосеков и белых, так сказать, расистов, фашистов, правосеков и фашистов, которые залезли сюда. А цена этого вопроса, если мы возвращаемся к экономике, она неимоверна. Это сегодня говорят, что все эти шахты, все эти металлургические заботы ничего не стоят. И ничего не стоят, когда вся прибыль отправляется за убеж, а у Киева просят дотации, чтобы платить за оплаты шахтеров. В воровстве они так, в воровской схеме, они как-то ничего не стоят. А когда они нормально работают, вот только то, что находится на этих территориях, это, ну, минимум 5-8 десятков миллиардов долларов. Далее, если здесь заткнуть производство, то электростанциям некуда гнать энергию. Электростанции останавливаются, они ничего не стоят. Если здесь заткнуть газопроводы российские, то вся остальная транспортная система ничего не стоит. То есть это фокус, если ничего не стоит для дешевой скупки, они начинают распространяться на всю Украину. А это уже не много десятков, а сотни миллиардов долларов вопросов. Вот вокруг этого идет крупная игра. А если дальше задержать, то все это как бы не работает, еще ничего не стоит. Мы спросим, сколько стоят активы Европы, которые без российского газа. Которые, между прочим, на трени питаются российским газом. это значит Европу так обрушить, ниже принтуса, что ее можно скупать на минусе, да? Тоже можно скупить. То есть эта озера, эта игра имеет грандиозные глобальные масштабы. И там уже о сотня, о триллионах долларов в речи идет. Все, я закончу. Во-первых, мы хотим, чтобы Россия была в ноле. Во-вторых, нам же нужны деньги, во-вторых, мы не хотим, чтобы быть жертвой этой игры. И в-третьих, мы не против, чтобы жертвой этой игры были наши противники. Но Европу нам немножко жалко. А что касается других, то нет. Теперь я объясняю, как это устроено у нас. У нас это устроено так. Есть вот это, когда-то мои левые друзья называли это ТИК, транснациональный и эмпилистический государственный. Теперь называют глобальный. Вот есть эта совокупность огромных транснациональных корпораций, которые выше государства. Да? Это республиканская такая в основном, право консервативности. Понимаете, да? Вот есть такие вот субъекты. Этот субъект сидит здесь. Видите, такого вот. Медузы, да? Вот здесь сидит российское государство. Эта медуза вот так уже здесь. Вот медуза. Вот медуза. А вот государство. А вот государство. Дальше существует общество. Вот все эти блогеры, могеры и все остальное, это уже тоже здесь. И тогда понятно, почему с одной стороны отводят войска, без всякого военного, да, к этому основанию, и открывают дорогу на Донецк, и фактически обеспечивают окружение Донецка, что я сейчас в какой-то степени парализована, но, я повторяю, травма огромная. Я даже масштаб ее до сих пор оценить не могу. Главное, моральная травма. Моя травма психологическая, которую никто не хочет читать, она решающая. Да? А с другой стороны, почему идет бронетехника? Потому что бронетехника поставляет гражданское общество в ту его часть, в которой оно любит государство, а все остальное делает вот эта машина. Она не Укрмашина, господин Бородай. Она ТНК-машина. Я думаю, что на его квартирском, в Расовской славе мы там имеем, да, сильно перемешанность с РУ. Это вы можете радоваться, потому что там любимые какие-нибудь слова, какие-нибудь адресы и так далее. А дело-то там Мёберсовское. Слов-то многого с проклятиями Мёберсом, как РОДУ. А хозяин Мёберс. И ему плевать, какие они произносит словами. Тут все ясно, да? Значит, смысл заключается в том, что бронетехника и все остальное, все эти поддержки и все наши действия, это вот это то ясно. Это национальная часть государства и национальная часть общества. А все остальное – это транснациональная часть общества, и транснациональная часть государства. А так же само транснациональная история. Вот он потрясающе проявился там. Потрясающе, понимаете? С какой-то неумолимой ясностью. До сих пор скучно. Почему я на третий день это понял, а не на первый? Тут же так все ясно. Это страшное дело. Борьба вот этих частей общества, этих частей государства – это страшная борьба. Но если бы государство все было захвачено с прудом до конца, да? То бронетехника не шла бы туда, как и все остальное, да? Аж покорный слуга, как представитель дожданского общества, наверное, бы не вернулся бы для этих лекций сюда. Я считаю, что на риту с минусами я подорвал быть большими плюсами, потому что там чистые люди сражаются за чистое дело, но эти люди молодые, не должны все им будущими, и, так сказать, гибель в борьбе есть не самое главное. В борьбе надо побеждать. А побеждать только можно, распутывая, подобного рода схемы. Вот мы их распутываем. И мы их распутываем до конца, не только в данном сообществе людей, которых мы учим все это понимать, что и есть школьный смысл, для которого мы собираемся. Мы их распутываем на всех сторонах. И мы сделаем так, чтобы в России в ближайшее время вот это победило, хотя бы чуть-чуть оттеснело это. Хотя борьба очень вязкая, очень шаткая, очень высочая. Но только в виде ее можно понимать, как тянется. Посмотрите, сколько уровней я забрал. Я считаю свою лекцию по тематике Юго-Восток и его будущее законченным. Спасибо за внимание. Аплодисменты.